Ну что ж, дамы и господа, прошло уже 2 года, как у меня в использовании телевизор от компании Panasonic И сегодня я хотел бы сделать для вас обзор Сразу, ну не то что прошу прощения, предупреждаю просто всех, кто привык к каким-то крутым супер-пупер обзорам И я такой обзорчик, что просто рассказываю о том, какие у меня впечатления, какие-то плюсы и минусы, которые я заметил от использования Поэтому каких-то супер красивых пролетов тут не будет Я просто покажу менюшку этого телевизора, что он может, покажу, какие возможности есть по пульту управления Ну и немножко расскажу о том, какие у меня в общем впечатления Этот обзор я хотел сделать еще 2 года назад, когда я его купил в 2017 году, где-то в начале весны я его купил Он даже, по-моему, до сих пор у меня на гарантии Но дело в том, что этот телевизор я продаю, именно поэтому я решил немножко выделить вот времени, буквально там минут 30-60 Для того, чтобы записать опыт использования и обзор Так вот, общее впечатление от телевизоров Panasonic у меня положительное Я в целом не могу их за что-то прям серьезное отругать Но единственный момент это то, что этот телевизор имеет какое-то странное происхождение То есть, скорее всего, этот телевизор предназначался для рынка Европы и был перепрошит под местный рынок Потому что где-то официальной информации по этому телевизору я не нашел Хотя под него есть вот такая вот инструкция полноценная То есть, видно здесь модель телевизора, инструкция на русском, инструкция на каком-то казахстанском, наверное, я не знаю То есть, этот телевизор полностью обладает гарантийником То есть, на него есть вся документация, все, что шло в комплекте, как это обычно бывает На него есть, это не какой-то левак, то есть, это полноценный официально поддерживаемый телевизор И на него даже прилетало обновление прошивки Но вот в базах этот телевизор отсутствует То есть, я связывался и с российской поддержкой, у них он отсутствует в базе Я связывался и с сайтом Panasonic, тоже он отсутствует То есть, это какой-то такой непонятный для меня экземпляр Который либо был как-то странно перепрошит местным дилером Panasonic Потому что он является официальным представителем Panasonic Либо это просто какая-то узконишевая модель, которая вот конкретно под наш регион делалась И, в общем-то, имеет такой своеобразный индекс Начнем с того, что в комплекте вы получаете пульт с батарейкой Пульт, кстати, на одной батарейке, это для меня было новостью Потому что обычно пульты идут с двумя Здорово, то есть, это экономия Если вдруг у вас батарейка умрет, вам нужно покупать не две, а одну Это экономия окружающей среды и вашего бюджета По пульту здесь все просто Кнопка включения-выключения Кнопка отдельного включения сервиса Netflix Переключение цифрового канала Всего того, что вы зададите Переключение ТВ Также увеличение громкости и увеличение каналов традиционно Включение-выключение звука Менюшка быстрая Это у нас Quick Menu И обычная менюшка Из обычного состояния телевизора вы в менюшку не попадете Для того, чтобы попасть в менюшку основную Нужно переключить его в определенный режим И я потом покажу, как это делать Возврат назад Кнопки навигации Кнопка подтверждения Кнопка выхода из меню Либо отмены какого-либо действия Дальше это у нас кнопка выхода в Smart TV То есть это умный режим Когда он подключается к интернету В нем есть Smart TV Своя оболочка Работает, честно говоря, не то чтобы плохо Она просто никакая в плане юзабельности Мне она не понравилась Поэтому я пользовался на этом телевизоре Всегда приставкой Xiaomi Вы все это знаете Ну и не только Xiaomi Дальше это у нас менеджер файлов То есть подключаете к нему флешку SSD HDD Любой накопитель Переходим в этот режим И он у нас начинает Считывать эти файлы При условии, что, конечно, вставлена флешка Кстати, считывает 4K файлы С флешки без проблем USB 3.0 поддерживается Дальше это у нас выбор селектора входов То есть нажав сюда Вы можете выбрать до 4 разных входов Ну и, конечно же, вы можете между ними переключаться По нажатию на эту кнопку То есть вот так вот навигационно Здесь у нас 4 разных HDMI входа И также у нас есть отдельно Разные входы VGA PC И так далее То есть вы все их можете видеть сейчас на экране Ну и дальше клавиши быстрого доступа К разным меню К разным опциям Например, если вы зайдете в Smart TV Вот таким вот образом Сразу загорается там подключение к интернету Wi-Fi поддерживает 2.4 ГГц и 5 ГГц Вот так вот выглядит интерфейс Умного, скажем так, телевидения Здесь мы видим, что есть какие-то базовые сервисы Это Facebook, Twitter, YouTube Кстати, можно залогиниться под своим аккаунтом И смотреть свои подписки Менеджер погоды Также интернет-браузер Поисковик Ну и так далее Вот еще дополнительно какие-то сервисы Которыми я не пользовался никогда Даже когда я пользовался просто вот Smart TV То есть не подключал приставку Я пользовался только YouTube и браузером Все, больше я ничем не пользовался Так вот, вот здесь внизу вы можете увидеть разные цветные такие метки То есть красное это во весь экран Желтое мои приложения Зеленое это виджет Синее это основные приложения Так вот, давайте попробуем продемонстрировать Ну, например, мои приложения Это желтая кнопка Нажимаем И он сразу переходит в приложения, которые у вас установлены Основные приложения это синяя кнопка Нажимаем И он сразу переходит в основные приложения Откуда их устанавливать? Можно ли вообще что-то установить Я так и не понял, так и не нашел Поэтому тут уж смотрите сами Погода, кстати, тоже у меня так и не запустилась Моя родная с нашего региона Поэтому всегда вот такая вот погода Ну, из минусов могу отметить то, что он не сильно быстрый То есть вот тот интерфейс Smart, который в нем присутствует Он достаточно неспешно все выполняет Например, вот сейчас вы видели, что в течение где-то 3-5 секунд Загружался интерфейс Smart оболочки Также есть у нас выход на уведомление Там какое-то одно уведомление у нас есть Но я так и не понял, как туда зайти То есть я пробовал вот так вот вверх подыматься Ничего не происходит Как туда добраться до этих уведомлений Пробовал на разные кнопки нажимать Ничего не помогает, ничего не реагирует То есть этот Smart TV, я же говорю, он очень такой угрюмый Мне он совсем не понравился Исключительно рекомендую покупать приставки Здесь все урезанное, может быть у вас не так Может быть у Panasonic вообще не так Но вот этот интерфейс конкретно мне не понравился Ну и также здесь у нас навигационные клавиши внизу Это если вдруг вы запустите плеер То вы сможете поставить на паузу Включить запись, остановить и переключение треков Выбор языка И в общем-то этот пульт многофункциональный Кому интересно, вы по-любому в инструкции все узнаете Теперь некоторые моменты по поводу технических характеристик Я для себя тут некоторые пометочки сделал Давайте начнем с диагонали Здесь у нас 55 дюймов Эти телевизоры были также на 60 или 65 дюймов На 40 с копейками дюймов То есть это линейка, но с разной диагональю В принципе этим ничем не удивишь никого Потому что это как бы традиционно у всех брендов есть Есть линейка и она представлена в разных диагоналях Конкретно эта модель имеет 140 сантиметров по диагонали И разрешение 3840 на 2160 именно матрицы У меня например по HDMI он почему-то 4К не принимает Но вот с USB накопителя он воспринимает 4К Картинка просто бесподобная, просто шикарная Также этот телевизор наверное один из последних поддерживал 3D То есть я сейчас уже не встречал телеки с поддержкой 3D То есть эта функция реализована именно в нем У него в комплекте две пары очков Как это работает я рассказывать не буду Вы просто в настройках для того чтобы зайти в настройки Я сейчас кстати по ним пройдусь и вы все увидите Вы просто в настройках выбираете включение режима 3D Настраиваете режим 3D так как вы хотите Там есть много тоже разных опций Запускаете очки, нажимаете на кнопочку и все Обычный фильм превращается в 3D Не скажу что 3D ярко выраженное Но это позволяет немножко разнообразить картинку Но при этом вы теряете немножко в контрастности И в качестве самого фильма В телевизоре есть интерфейсы AVS, карт, HDMI и USB Как я уже говорил есть возможность установить ножки Они идут в комплекте Вот две таких вот красивых глянцевых ножки Которые конечно же будут заляпываться, замарываться Он у меня изначально стоял на ногах Когда был на столе Потом мы его повесили вот сюда на стену К слову сказать он у меня практически не работал То есть так сложилось что мы практически им не пользовались Очень редко могли посмотреть какой-то фильм Но если посмотреть по часам рабочим Но он там намотал может быть там несколько суток за все время Пока он вот два года у меня там два с половиной года у меня в использовании Это фактически новый телевизор И мне честно говоря жалко его продавать Потому что я теряю на нем 200 долларов Но как бы я вынужден это сделать Просто потому что я хочу прикоснуться немножко к другим разработкам Посмотреть что они себе представляют Именно поэтому я продаю Я думаю что это будет неплохой опыт По звуку 20 ватт Два динамика под 10 ватт Звук стерео Ощущается стерео честно скажу не очень Я всегда использовал с этим телевизором Практически всегда Либо усилитель с колонками S90 Либо саундбар от Xiaomi Который вы все у меня могли видеть на обзоре Ну и мои ощущения по поводу вообще внешнего вида У него очень тонкие рамки как вы могли заметить Очень качественная сборка Он нигде не скрипит Ничего не глючит То есть он работает стабильно четко Этим меня конечно Panasonic очень-очень обрадовал По поводу пульта он сделан неплохо Симпатично органично Ну немножко архаично То есть он такой старый Достаточно большой Очень много кнопок Как мне кажется много лишних кнопок Но в любом случае тут уж решать наверное Больше конечному потребителю Некоторым такие телевизоры и такие пульты нравятся Кому-то нет То есть тут уж выбор за вами Если есть что добавить или какие-то вопросы Пишите в комментариях От себя скажу что я телеком доволен Очень много настроек есть Сейчас мы к ним перейдем Подробно я буду показывать Ну и конечно вывод Если заинтересовались этим телевизором 100% вам понравится качество изображения Потому что оно бесподобное Вообще Panasonic делает одни из самых лучших и интересных матриц на рынке И самых таких стабильных и качественных телевизоров Не зря у них около 3 лет гарантии А по рынку местному в Японии У них там вообще космические гарантии Насколько я помню Ну я могу ошибаться Давайте посмотрим на менюшку Для того чтобы посмотреть на меню Нам нужно выйти из Smart TV Например зайти в HDMI Который у меня не подключен И вот теперь у нас есть доступ к меню Изображение Отдельный большой пункт В котором можно настраивать 3D То есть можно включить-выключить режим Авто чтобы был в 3D Но я вам сразу скажу что С 3D лучше сильно не баловаться Потому что можно повредить зрение Ну как мне кажется Режим 3D выключенный у меня всегда был Потому что я им попользовался Немножко побаловался И в общем-то мне он не интересен То есть тут у нас есть режим 2D Виртуальное 3D Лево-право настройка Датчик глубины 3D То есть это сама глубина 3D эффекта Дальше возвращаемся назад Видим здесь режимы настройки нормальный Дальше внизу кино Игры, спорт, динамический и нормальный То есть это режимы отображения картинки В которых вносятся определенные параметры Контрастности, яркости и резкости Ну и также цветовые параметры Все это отдельно можно задать Отдельно вот есть ползунки Все активируется Энергосбережение максимум Если выберем То он будет максимально мало потреблять от сети Но при этом яркость будет маленькая Если выберем авто То он будет подстраиваться под освещенность Также есть средний режим экономии Минимальный режим экономии И вообще выключенный Когда яркость максимально используется Также у нас есть дополнительные настройки Заходим сюда Здесь у нас динамический контраст Можно настроить Шумоподавление Цветовую температуру Что тоже немаловажно Потому что не все телеки Насколько я знаю это поддерживают И это позволяет Ну как минимум качественно записывать обзоры Если у вас есть возможность подстроить Цветовую температуру Точка белого Масштабирование изображения авто Также есть 16 9 стандартный Так как здесь 16 9 вообще в целом То можно это по умолчанию оставить Как я и делал Также есть возможность подстройки под субтитры Обрезки изображения 14 9 Увеличенный 14 9 4 к 3 это квадратный у нас стандарт Стандартный тот предыдущий Киношный автоматический Ну я выбираю 16 9 Дальше содержание фильма Это очень интересная опция Это когда вы сможете сделать более плавной картинку Некоторым не нравится Такой сериальный получается эффект То есть вместо кино прерывистого Особенно если оно очень плохое По частоте кадров Вы сможете сделать содержание фильма Среднее Высокое И либо выключенное И также низкое То есть если выключим То картинка будет такой Какая она есть Если включаем То вы сможете сделать картинку максимально плавной При этом это делает сам телек И это здорово Никакой особо нагрузки на процессор Вашего устройства не ложится Если вы например запускаете с компьютера И так далее Кстати подключал я этот телек И к компьютеру И к макбуку И к телефону Я к смартфону Отлично все работает По HDMI Ну тут уж Вы же всякий похвал Режим фильма Тут автоматический Выключенный То есть два режима Телесный цвет Это что подправит тон кожи Цветовой сдвиг Расширенный динамический диапазон Можно включить либо выключить Как правило Многие включают Если фильмы Позволяют это смотреть Ну тут уж делайте выводы сами Кому как больше нравится Следующий элемент меню Это у нас сброс всех настроек Которые вы сделали Ну и по кругу Дальше Звук Тут у нас тоже очень много интересного Можно настроить громкость Отдельно по звукам Ну как бы в меню это Я не знаю Нужно не нужно Как правило здесь есть отдельная кнопка Все регулируется Эквалайзер Можно настроить пользовательский Свой баланс Между каналами настроить Выход на наушниках Отдельно какая будет громкость Ну и так далее Тут объемный звук Можно настроить И так далее По звуку тоже очень много Всяких настроек Установка Здесь вы можете настроить язык Родительские настройки То есть чтобы детки Ну сберечь деток От определенных манипуляций С этим телевизором Просто нужно ввести пин-код И в общем-то детки Не будут его знать Скорее всего И вы сможете сами Все настраивать Использовать Таймеры Включения-выключения Телевизора Дата-время Можете настроить Источники Тут вы выбираете Как я уже говорил Не только источник Через который будет Поступать сигнал на телевизор Их здесь как вы можете Заметить Огромное количество Но и вы можете настроить Какой это будет источник Например HDMI Можно настроить обычный Это будет HDMI 1.4 Либо улучшенный HDMI 2.0 Для того чтобы воспроизводить 4К 60 кадров Насколько я знаю Либо вообще 4К Ну и заблокировано Это когда этот HDMI Не будет принимать сигнал вообще Ну и так далее Здесь тоже можно Определенные настройки настроить И к тому же Смотрите Источники можно переименовывать Вот нажимаем на красную кнопочку Вот сюда И можете переименовать Например там MacBook Телефон и так далее Очень удобно Если вы имеете много источников И не запоминайте Где Какой у вас порт Каким источником занят Дальше Настройки сети интернет Здесь можно настроить Беспроводное устройство Либо проводом подключить Кстати проводом подключал Все работает отлично Можно настроить подключение По VPS Ну и проверить скорость интернета Очень удобная функция Как бы 27 мегабит Ну давайте еще раз проверим Около 30 мегабит интернет Да вот видно 29 Прыгает немножко Но в целом Скорость довольно стабильная И это по Wi-Fi Ну и более Здесь вы можете настроить Время отображения меню То есть вот это меню Которое вы сейчас видите Вы можете настроить Сколько оно будет отображаться По времени Дальше обновление ПО Здесь у меня стоит версия 1 Вернее 0.1.34.28 На данный момент Самое новое Обновился Он у меня где-то спустя год Как провисел на стене Сам вот так внезапно Прилетело обновление И говорит Хотите обновиться Я такой Ну давай И в общем-то обновился Автоматическое выключение телека Я поставил 4 часа Потому что иногда смотришь Какой-то фильм Засыпаешь под него И потом телевизор Чтобы не молотил Пусть он отключается Демонстрационный режим Это для того Чтобы он висел Где-нибудь В магазине Либо у вас В качестве какой-нибудь Там я не знаю Картины на стене Обмен аудио и видео Тут у нас Передача по-моему По HDMI Включается Выключается Режим питания При включении Последнее состояние Либо он может Заходить в режим ожидания Тут уже решайте Как вам удобней Дистанционное управление С помощью Вот этих всех технологий CES CES Включение питания То есть это Когда вы с помощью Одного пульта Управляете и приставкой И телевизором Это очень удобно Но не всем подходит Мне например Подходит Потому что у меня Телек Отдельно включен И я просто Периодически Включаю Включаю приставку Все Вот такой у меня Режим использования Ну и вот В общем-то Все наверное Про эти настройки Про этот телевизор Рассказалось Кому-то Что-то непонятно Не ясно Задавайте вопрос В комментариях Но телевизор Богатый По функционалу Шикарный По настройкам Качество картинки Я показать не могу Можете не просить И не говорить о том Что ой плохой обзор Потому что Правообладатели Я уже пробовал Делать обзоры Приставок ТВ приставок Тоже Сяоми И так далее Правообладатели К сожалению Блокируют такие видео Поэтому Ничего показать не могу Могу только запустить Свой Ютуб канал И показать Свои видео Чтобы вы увидели Как он показывает Там Фулл Эйди Ну давайте Запустим Вот видите Как долго запускается Смарт ТВ Вот Заходим Значит у нас В Ютубчик Достаточно шустрый Интерфейс То есть Легкая задержка Есть но Ничего сверхъестественного Дальше Вы можете Либо продолжить Под логином Либо не использовать Логин и просто Пользоваться Ютубом Как обычным Приложением Заходим в поиск Здесь мы видим Уже последний поиск Шонблок Я делал И здесь Можно Либо зайти на канал И полазить По видосикам Которые здесь есть Зайти например В разные плейлисты Посмотреть Ну и так же Можно посмотреть Ну давайте Запустим Какой нибудь Видосик Из последних Например Вот про мое Разочарование О Xiaomi По звуку Кстати он очень громкий Вот пожалуйста Громкость Повыше По качеству Значит мы сейчас Можем поставить На паузу Опускаемся Вот сюда Другие параметры И здесь Выбираем качество Так Ну давайте Послушайте звук Плюсы и минусы На данный момент И в общем то Конечно же Как всегда Обзоры Более подробные Более детальные Будут проще Как только я Ознакомлюсь Потому что Ни один из этих девайсов Я не видел Ни обзоры на него Ни особо Каких-то там Технических характеристик Это будет первое впечатление И многие из вас Действительно Любят мои видео Как раз таки За то Что я Высказываю Первое впечатление Я никогда Стараюсь не смотреть Каких-то обзоров Складывать Слово Ну и выключение Звука автоматическое О котором я говорил Чуть ранее Вот так Раз И все И звук У нас мутится Ну как вы можете Заметь Качество картинки Чтобы немножко Показать Как он показывает В 4К Ну давайте попробуем В поисковике Набрать 4К И вы сами увидите Насколько Это все-таки Шедеврально Смотреть на таком телике 4К Единственное Что Сейчас камера Снимает конечно же Full HD Даже эта камера Она сможет вам Передать картинку Вот как вы можете Заметить Подсказки работают И вот видно Что в ютубе Доступно качество У меня сейчас стоит 1080 Выбираем 4К Вот он без проблем Его загружает При том что интернет У меня сейчас здесь Не супер быстрый Но между тем Качество картинки Будет отличное Субтитры подогнал «Симон» Ну чтобы вы понимали Более подробно Что происходит Сейчас я Наведу Зум И вот посмотрите Какая детализация То есть это Я сейчас увеличил Картинку Ну вот вы можете Заметить Очень сильно Очень хорошая Детализация Я думаю Что и так Все понятно Качество картинки Просто отменное Детализация Детализация Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»